Это второе видео, которое мы публикуем о достопримечательностях Москвы. Ранее мы опубликовали нашу первую подборку «10 достопримечательностей, обязательных к посещению в Москве». Видео, которое пользуется особым успехом. Как на сайте sessironyplus.ru, так и на канале YouTube мы получили много запросов на добавление других интересных мест Москвы к нашей первой подборке. Кстати, большое спасибо за ваши предложения и комментарии. Теперь мы представляем вам наше новое видео о 10 удивительных достопримечательностях Москвы. Мест, которые удивят вас красотой, значимостью или символичностью, хотя некоторые из них до сих пор не столь известны, особенно за пределами России. Начинаем обратный отсчет. Номер 10. Музей космонавтики. Рядом с музеем космонавтики можно увидеть титановую ракету высотой более 100 метров. Монумент покорителям космоса. В музее космонавтики можно познакомиться с историей и будущим исследования космоса. В этом музее вы увидите множество экспонатов международной астронавтики или космонавтики, таких как знаменитый спутник, первый искусственный спутник Земли, запущенный в 1957 году. Спутник-2, запущенный лишь через месяц после первого, в котором путешествовала несчастная собачка Лайка, первое животное, выведенное на орбиту Земли. Скафандр Юрия Гагарина, первого человека, совершившего полет в космос и вернувшегося на Землю в 1961 году. Модель знаменитого аппарата автоматической станции «Луна-9», который удалось посадить на Луну в 1966 году. Макет спускаемого аппарата автоматической станции «Венера-4», достигшего атмосферы Венеры и успешно выполнившего свою миссию в 1967 году. Модели известных космических станций «Союз» и «Мир». Номер 9. Кремль в Измайлово. Мы находимся в Кремле в Измайлово. Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово» был основан в 2003 году. Дворец русской трапезы – это архитектурная фантазия, вдохновленная среди прочих деревянным дворцом усадьбы «Коломенское», построенным для Алексея Михайловича Романова в XVII веке – столетии кульминации деревянного зодчества в России. Храм святителя Николая – это духовный центр Кремля в Измайлово. Высоту он достигает 46 метров и считается самым высоким деревянным храмом России. Колокольни Кремля в Измайлово располагают коллекции церковных колоколов XVII-XX веков, звон которых можно не только послушать, но и научиться звонить в колокола, посетив мастер-класс по колокольному звону. Здесь вы можете найти большой рынок с традиционными русскими сувенирами, такими как самовар – символ русской культуры, который используется для приготовления чая, матрешки – разноцветные куклы, вырезанные из дерева, которые прячутся одна в другую, русские иконы и другие предметы православного культа. Вы также можете посетить интересные музеи, например, музей водки. Номер 8. Москва-Сити Москва-Сити – это современный бизнес-центр, где вы можете посетить небольшой музей и насладиться захватывающими видами столицы. Москва-Сити расположен на берегу Москвы-реки. Мост Багратион – пешеходный мост с магазинами, который соединяет берег, где располагается основная часть комплекса, с противоположным берегом, на котором расположена только одна высотка – башня 2000. Один из двух небоскребов комплекса «Федерация» – 95-этажное строение высотой 373,7 м в 2014 году стал самым высоким зданием России и Европы. Башня «Эволюция» выделяется своей необычной закручивающейся формой, напоминающей молекулу ДНК. Номер 7. Манеж Манежная площадь расположена в историческом центре Москвы рядом с Кремлем. Она заимствует свое название от красивой постройки Манеж или здания для верховной езды, что и было его первоначальной функцией. Здание, построенное в начале 19 века по проекту Августина Бетанкура испанского архитектора-инженера-механика, в 2004 году было уничтожено пожаром и впоследствии реконструировано. В настоящее время в нем проходят выставки и культурные мероприятия. Под обновленной площадью расположен большой подземный торговый центр «Охотный ряд». Кажется, как будто его стеклянные купола вырастают на Манежной площади. Над центральным куполом торжественно возвышается конная статуя Георгия Победоносца, покровителя Москвы. На внутренней стороне купола воспроизведена географическая карта с часовыми поясами. Отсюда ее название «Часы мира». Парк культуры и отдыха был открыт в 1928 году. В 1931 году ему было присвоено имя Максима Горького. До 19 века территория парка находилась за чертой города. Популярный парк расположен вдоль Москвы-реки. Главный вход – монументальное сооружение высотой 18 метров, был построен в 1955 году. В том же году фигурный фонтан был передвинут в центр портера парка, где мы его можем видеть сегодня. Комплекс Голицынских прудов – это одно из самых романтичных мест парка Горького. Комплекс датируется 1954 годом. Там мы можем не только увидеть, но и услышать дружелюбных уток. В красивом розарии парка собраны самые разные сорта роз. На территории Нескучного сада с середины XVIII века до середины XIX располагались загородные усадьбы. В настоящее время на его территории вы можете увидеть некоторые здания того времени, как, например, летний домик графа Орлова, построенный в 1804-1806 годах. Номер 5. ГУМ Аббревиатура Государственный универсальный магазин или ГУМ – это советское наследие. ГУМ был построен на традиционном месте московского торга. Его главный фасад выходит на Красную площадь. Предыдущие пассажи, крытые торговые улицы, были снесены по причине ветхости. Новые верхние торговые ряды были построены по проекту архитектора Александра Померанцева и открыты в 1893 году. Вы можете увидеть фасад псевдорусского стиля. И внутри – стеклянные небеса, арочные конструкции из стали и стекла, разработанные инженером, изобретателем и новатором своего времени Владимиром Шуховым. ГУМ – один из самых больших торговых центров Москвы, где представлено множество лакшери-брендов. Фасад ГУМа достигает в длину более 240 метров. Галереи сообщаются знаменитыми воздушными мостиками. С 2007 года вновь радует посетителей фонтан в центре ГУМа. Номер 4. Царицыно. Мы идем смотреть Царицыно. Царицыно – красивейший заповедник-музей с парком более 400 гектаров. Ранее служила увеселительной подмосковной резиденцией для императрицы Екатерины II, которая вошла в историю как Екатерина Великая. В 1775 году Екатерина II покупает имение с прилегающими территориями и меняет его непривлекательное название «Село Черная Грязь» на «Село Царицыно». Придворный архитектор Василий Баженов получает распоряжение о строительстве новой резиденции императрицы. Архитектурный ансамбль возводится Баженовым на протяжении 10 лет. В 1785 году Екатерина II посещает Царицыно, снимает Баженова с должности и поручает строительство его ученику-ассистенту Матвею Казакову. Причиной этого решения является не столько вкус Екатерины, сколько связь Баженова с масонами, которые поддерживали передачу власти ее сыну Павлу. Архитектор Казаков полностью демонтирует уже завершенный большой дворец и возводит новый с некоторыми традиционными элементами замкового стиля. Строительство длится до 1796 года, года смерти Екатерины. Период строительства сменяется периодом упадка, который длится почти 200 лет. В 1987 году начались работы по восстановлению разрушенных зданий. В 2007 году проходит официальное открытие Музея-заповедника Царицыно. Номер 3. Коломенское Древнее подмосковное село Коломенское известно еще с начала 14-го столетия. Расположенное на высоком берегу Москвы-реки служило летней резиденцией для московских князей и царей. Недалеко от Москвы-реки, в северо-восточной части музея, расположены памятники деревянного зодчества. Известная церковь Вознесения Господня 16-го века, главное и самое красивое здание дворцового села, была построена во время царствования Василия III, в ознаменовании рождения его сына, будущего царя Ивана IV Грозного. С 1994 года памятник включен в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Сзади вы можете увидеть реконструкцию дворца Алексея Михайловича. Первоначальное здание дворца второй половины 17 века было демонтировано по приказу Екатерины Великой во второй половине 18 века по причине его ветхого состояния. Были сохранены подробные планы дворца, которые позволили осуществить его реконструкцию, открывшуюся в 2010 году. Новый дворец расположен в южной части музея-заповедника. Стоит посетить дворец Алексея Михайловича, который достоверно и точно воссоздает интерьеры 24 царских хором. Номер 2. Музей Пушкина. В центре Москвы находится Государственный музей изобразительных искусств, известный как музей имени Пушкина. В его коллекции находятся экспонаты разных эпох историй искусства, начиная с античности и заканчивая началом 21 века. Его всемирно известная коллекция французской живописи включает картины Поля Сезанна, Клода Мане, Пьера-Аугюста Ренуара, Поля Гогена. Среди известных представителей других стран можно отметить Пабло Пикассо из Испании или Диего Ривейра из Мексики. Прежде чем мы объявим победителя нашего рейтинга, мы покажем вам три места Москвы, которые заслуживают специального упоминания. Нулевой километр России – это условный знак, который обозначает начальную точку отсчета километража всех российских дорог. Он расположен рядом с Воскресенскими воротами и Иверской часовней, которые соединяют Красную площадь с Манежной площадью. Это символический нулевой километр, состоящий из бронзовых пластин, на которых изображены 12 животных, обитающих на территории России. Парк Зарядье – это новый большой парк Москвы 21 века. Он открыл свои двери в 2017 году. В нем много достопримечательностей, среди которых можно отметить смотровую площадку над Москвой рекой или парящий мост, который как будто висит в воздухе и позволяет насладиться прекрасными панорамными видами Кремля. Еще одной достопримечательностью парка является медиацентр, где проводятся выставки, некоторые достаточно крупные, с использованием самых авангардных техник. Московский планетарий – это научно-образовательное учреждение, а также объект туристического интереса. В 1929 году планетарий открылся для широкой публики. Планетарий располагает самым большим звездным куполом Европы, парком неба, большой обсерваторией, интерактивным музеем Лунарию и музеем Урании. Номер 1. Новодевичий монастырь и Новодевичье кладбище. Мы находимся в Новодевичьем монастыре. Новодевичий Московский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем московским Василием III. Он был воздвигнут в память присоединения Смоленска в 1514 году, который более столетия находился под властью Литвы. Монастырь расположен на низком живописном берегу изгиба Москвы-реки. Он занимает территорию площадью 5 гектаров, окружен толстыми стенами с 12 башнями. История Новодевичьего связана с российскими царскими особами. Царь Борис Годунов был коронован к Богородице Смоленском Новодевичьем монастыре. Регенша России Софья Алексеевна была заточена в Новодевичьем монастыре своим сводным братом Петром Великим. В Новодевичьем она прожила почти 15 лет и там же была похоронена в 1704 году. Осенью 1994 года в Новодевичьем монастыре возобновилась монашеская жизнь, которая прерывалась несколько раз за время его существования. В 2004 году архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Современная территория Новодевичьего кладбища была выделена в конце 19 века, в 1898 году. Здесь похоронены многие знаменитые люди, как, например, писатели Николай Гоголь, Антон Чехов, Михаил Гулгаков, Владимир Маяковский, известные политики, такие как Никита Хрущев и Борис Ельцин. Бизнесмены-меценат Павел Третьяков, режиссер Константин Станиславский, военный летчик Виталий Попков, актер кино и артист цирка Юрий Никулин и многие другие. Надеемся, что вам понравилось наше видео и вы открыли для себя что-то новое. Продолжение следует...